Присаживайтесь, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 21 глава И тему я назвал Тайна проколотого уха Мы прочтем про одного раба Про его освобождение И его посвящение Своему хозяину Давайте прочтем с первого по шестой стихи И это Продолжение следует... 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 Чтобы наслаждаться от всего того, что Он дает нам. И пока ты являешься Рабом Божьим, то это значение всегда положительное. Но когда мы падаем в грех, когда мы уже упали, как это сделал первый человек, мы продали себя другому Господину. И значение этого слова Раб от чего-то хорошего превратилось в что-то отрицательное. Это все вещи хорошего для Иллюзии, который может быть в голове Сатана, для Иллюзии, все доброе, что исходит от Бога, и когда оно приходит к дьяволу, оно сразу же меняет на отрицательное значение. И у нас тут есть проблема. И многие люди этого не понимают. что мы продали себя в рабы дьяволу. И что это значит? Что это значит? что он дал нам. Это центр вообще человека, его свободы выбора, его свободы воли. мы это тоже продали. Это не то, что мы просто упали в рейх, у нас там здесь немножко грехов. Нашу силу мы продали хорошему начатку, или плохому. Нашу хорошему начатку. И тогда у нас недостаточно ресурсов для того, чтобы выйти из этого положения. То же самое, раб, которого продали из-за долгов, и у него нет денег вернуть, то он не в состоянии выйти из этого положения. И у нас нет столько ресурсов для того, чтобы оплатить эту цену рабства и выйти из нее. Потому что злой господин сделал нас рабами злого начатка. Есть очень много фильмов про рабов. Может кто-то видел фильм, называется Амистад. Это фильм про испанцев, которые сожились в Африку и просто крали женщин, детей, мужчин и превращая их в рабов. И в этом фильме есть отрывок, когда они заключают этих рабов в цепь голыми. И мы точно так же выглядим перед нашим освобождением. Это то, что злой господин делает своим рабам. Он снимает нас всю одежду, то есть всю защиту, которая есть на нас. Мы не можем выйти из этого. И если нам кто-то что-то говорит или обижает нас, то мы сразу это принимаем с разбитым сердцем. Потому что у нас нет защиты. У нас нет одежды. И мы просто не можем из этого выйти. Почему я это говорю? Я просто хочу показать вам картину того состояния, в котором мы находились до нашего обращения. И через эту историю, которую мы только что прочли, через этот отрывок, мы видим совершенно другое рабство. Мы видим хорошего господина. И Бог дал эти законы. Это может показаться странно, что после египетского рабства, Бог продолжает давать и одобряет законы арабские. Можно было подумать, зачем вообще говорить арабство? Убери это. Нам уже надоело это слушать. Но через это слово, Бог хочет показать нам что есть баал טוב. И если ты начинаешь обед для баал этого, ты действительно уничтожишь от всех шешей и уничтожишься. Бог хочет показать что есть добрый господин и служа этому доброму господину, ты сможешь освободиться от цепи греха. Аминь. Аминь. Ахшав, אנחנו видим что после чего он кинал от него, он через шеши санин нотал ему выбирать. И мы видим что апостол какой он его купил, после шести лет он дает ему опцию выйти. Это что Аллоим вообще делал с нами. И это то, что Бог сделал с нами. И когда он спас нас, не то что у нас был прав выбора, мы уже находились раб с вегриха. Мы не хотели выбирать Бога. И Иешуа, и это мгновение, это в китах в этом что он экзир и в этом случае видно, что он Бог выкупил нас свободную волю. Как мы видим здесь, что у раба есть это привилегия, это привилегия, это привилегия, это привилегия ему дана от господина. Не потому, что он просил его отпусти меня, пожалуйста. И господин сказал ему, хорошо, иди. И Бог заповедовал господинам, чтобы они давали возможность рабам выйти на свободу и тем самым показывая, что Бог дает нам или возвращает нам право выбора. Когда Дух Святой исходит на нас и Господь спасает нас, он возвращает нам способность выбирать между добрым и и потому, что мы уже почувствовали и видели любовь Божию, так как этот раб видел доброту и любовь своего господина. Мы уже не можем идти к хопшу ахер и мы хотим сохранить им и выбирать его. Если мы уже не хотим выйти на другую и свободу, но мы хотим находиться с Богом и поэтому выбираем его. мы мы можем выбирать И в 4 стихе мы видим, что если у Раба есть семья, то он не может выйти с ней. Он обязан свою семью, если ее дал ему господин, оставить у господина. Но если он хочет остаться со своей семьей, он должен остаться у господина. Друзья, мы должны понять, что это очень важно. Если ты хочешь остаться со своей семьей, если вы хотите, чтобы Бог хранит вас как общую семью, как сильную семью, если муж выбирает и говорит, ну, я убегу от Бога, от господина, есть опасность, что это причинит вред семье, и это разделит его и семью. Мы видим, что в нашем мире, среди нас, очень много разводов. Даже уверующих. И это грустно. И это случается, потому что муж оставляет Бога, оставляет своего господина, и это последствия. И какой процесс мы видим здесь, чтобы раб остался у господина. Мы видим, надо было взять его ухо, надо было привести его к входу дома, к двери. И с шилом надо было проколоть ухо к двери. И это был знак, что теперь он является рабом навеки своему господину. Акшев, по-анахну, צריכим לראות эта темуна מאוד амока, и тут нам надо смотреть очень глубоко, и мы посмотрим и в Медраж, и в Новый Завет. Кодем-куль, озен. Во-первых, ухо. Почему надо было им на ухо? Медраж объясняет это таким образом, и я с этим согласен, потом это увидим. И в первую очередь, Господь создал нам ухо для того, чтобы слушать и слушаться Бога. Слушать его Слово. Слушать его Законы. Мы видим, что в Новом Завете Ищуа очень часто говорит вы слышали, вы слышали, вы слышали. Время что во времена Писании давно не все люди умели читать и писать, и им надо было слушать. И ухо это не только для того, чтобы слушать и слушаться. Потому что когда ты слушаешь и слушаешься Бога или чего-то другое, это, в первую очередь, это направляется тебя к твоему мышлению. Это строит и формулирует наш образ мышления. И, в последствии, образ нашей жизни. И это настолько важно, что мы должны следить за тем, куда мы направляем свои уши. Тут надо было подставить ухо к двери. Почему дверь? Почему он не внутри дома, на стене? И это очень интересно, потому что написано или дверь, или... Мезуза – это часть двери. После того, как они вышли из Египта, и они увидели спасение от Бога, и они приняли то, что Бог, он един, в каждом доме, после этого, нужно было сделать симон в двери, сказать им, что есть у Иллюзии один, и это, мы знаем, это кусок маленького, что это называется «Мезуза», что «Сема Исраэль». И в заповедях, которые Бог дал им, он заповедовал им на косяках двери написать слова, которые он сказал им, это «Сема Исраэль», как это мы видим сегодня. Так что это не просто дверь, это «Коннам Коль Два Радонай». Во-первых, это Слово Божье. И надо было подсоединить, присоединить ухо наше слышание к Слову Божьему. Образ нашего мышления и образ нашей жизни направить его в сторону Слова Божьего. Мы также знаем, что в 10 главе, на 9 стихе, не надо открывать, Иисус говорит о себе, что «Я есть им дверь». «Я есть дверь». И когда евреи слышат это, он понимает, что, во-первых, в каждой двери, на каждой косяках, есть Слово Божье. Он не просто так говорит «Я есть дверь». Он также не говорит «Ремес», что «Сема Исраэль» это «Тефиля» и говорит «Сема Исраэль». И этим он намекает, что он является этим «Шема Исраэль», который на двери, когда он стал плотью. И как дверь является входом в дом этого господина, также Иисус, он является входом в дом Божий. «В царство Божье». «В царство Божье». Прилепить свое слушание к Слову Божьему, к духовным вещам. Акшав, אנחנו רואים что הפעולה הזאת הייתה מתקיימת «дерег мерцая». И мы видим, что это действие было совершено «шилом». Это было больно. Конечно, проливалась кровь. И потом ухо уже не было как прежде. И один раз, когда я шел посерегаться, я слышал историю. Я там был. Это было на семинарах, на которых учились мои родители. И там была одна женщина, которая бесплатно меня стригла. Я была одета 13 лет. И она стрижет. И вдруг я слышу, что сзади меня она говорит «Ой». Я сначала не понял что это происходит. и я начал чувствовать что у меня тело нагревает. И я смотрю в зеркало, я вижу, что я красный. Я чувствую жару. Я чувствую, что что-то метип как-то мою ову. И я чувствую, что что-то льется из моего уха. Капает. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это ову. И я вижу кровь. И хатха, это ову. Она отрезала мне ухо. И потом, с тех пор, я бесплатно никогда не подстригаюсь. И когда меня стригут, я чувствую, что ножницы приближаются к уху, я начинаю нервничать. Она знакома с этой истории. И когда это приближается кухон, она говорит, я знаю, что я делаю. Это было давно. Но это в моей памяти каждый раз, когда меня стригут. И если вы присмотритесь, вы можете потом это сделать. Вы можете увидеть разницу между моим левым и правым ухом. И что я хочу этим сказать? Когда мы отдаем нашу жизнь, наш образ мышления к Богу, это больно. Это может быть неприятно. Потому что Слово Божие постоянно обличает нас. И ты думаешь, сколько можно уже говорить обо мне? Но это полностью поменяет наш слух. Это полностью поменяет наш образ мышления. Наш образ жизни. И мы видим, что это не теория. Это действие. Для этого надо было что-то совершить. И вы знаете, написано, что Дух Святой пришел для того, чтобы обличать нас. Обличать весь мир. Он как это шила. В Абриде нет такого предложения. Но как на русском есть, шила находится в одном месте. И человек не может сидеть на одном месте. И в этом мире, если люди не чувствуют, что Дух Святой говорит им что-то, обличает их, они чувствуют себя неприятно. И так как раньше, это был прибор, с которым наше ухо прикреплялось к косяку. То же самое, посредством Святого Духа и его обличения, мы приносим себя и присоединяем себя к этой двери, которой является Иешуа. Амин. Амин. Акшав, в конце, и завершение, я хочу сказать, что эта дверь является еще кое-чем важным для каждого верующего. Дверь в еще одно очень важное место. Мы говорили, что Иешуа является вратами, дверью к Богу в небесах. Но как проверить, выбрал ли человек эту дверь, путь в небесах. Если он так же избирает эту дверь, которая является дверью входа в тело Мессии. Мы знаем, что Иешуа является главой тела. И книса к гуф это всегда, если физически, это через пыль, если нефициально, это через айнайм. И мы видим, что вход в тело, оно через главу. Если это физическая, там, еда, это через рот, если это в душу, то это как бы через глаза. Иешуа, Иешуа, он глава, и он является входом в тело Мессии. так как дверь господина, является входом в его дом. И если человек не присоединяет свое слышание к апшине, к дому молитве, а зло сагур, либо тох, им, боецем, у баятхала, хибер это озен шелу лешамайн. Тогда нельзя быть уверенным, что он в самом начале подсоединил свое ухо на пути к Богу. Давайте откроем Псалом 83 Псалом в русской Библии 83 Псалом 11 стих. Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Амин. Амин. Азамарно, шешуа удалит лорак лешамайн, уаделит гам легуб шелу, шезе бит амикдаш, как шекарано пол, акила шелу. И мы уже поняли, что ешуа является не только двери в Небесное Царство, но также двери в свое тело, в тело Мессии, в Дом Божий. Каждый вершин должен понять, что если он образом своей жизни не присоединился к Дому Молитвы, к общине, если он не сделал этого усилия, то его жизнь не изменится. Нельзя просто так сидеть дома и говорить, я верующий, я спасенный, и если тебе плохо в общине, то не думаю, что тебе будет хорошо в Царстве Божьем. Если ты не чувствуешь, что община является твоим домом, то, наверное, Божье Царство также не является твоим домом. И многим людям неприятно и больно приходить и слышать про грех, потому что это для них как шила. Но как Довид сказал здесь, один день один день лучше тысячи. Но где этот один день? Один день в дворах двоих. Это также обшина. Тело Мессии. Неклон. Бенедом здесь просто понимает, человек видя это понимает что день один из жизни с Богом он понимает, что один день жизни с Богом намного лучше чем смерть с этим миром. Чем тысячи дней с этим Есть люди которые говорят, что нет времени для него сегодня, я должен делать это и это или с Саббат его и если есть люди которые говорят, ну у меня нет сил приходить сегодня на служение, я приду потом, на следующем, то эти люди не присоединили свое ухо к которым является Иешуа. И потом, если ты сделал выбор, после этого действия этот раб по Писанию мог вернуться в этот дом и наслаждаться всем, что есть в этом доме там есть одежда там есть личные разговоры и это то, что Господь предлагает нам если мы выбрали путь Иешуа. Не стойте возле двери входите в его общинь и наслаждайтесь теми вещами которые могут обогатить нас Дварь Адонай Слово Божье Правду Где мы еще можем услышать о Правде Весь мир находится во Лжи И когда мы приходим сюда слушаем эту правду Это освобождает нас от рабства этого мира Пусть Господь благословит нас друзья чтобы мы выбрали присоединить образ нашего мышления к Слову Божьему косяку которым является Иешуа Член тела он является живым до тех пор пока он присоединен к телу если он отсоединяется от тела он не будет жить он умрет поэтому Довид говорит что этот день это для него как будто воздух кислород чтобы мы направили наши ух к Слову Божьему к Иешуа Амин И если у кого-то процесс подхождения к тебе тяжелый, то помоги и укрепи его посредством Святого Духа мы благословляем Твоё имя и молимся во имя Иешуа Мессия. Аминь. Аминь. Давайте также помолимся за пожертвование. Отец наш, спасибо тебе за возможность, которую ты дал нам работать и приносить тебе. И мы просим тебя благослови эти средства, чтобы они превратились в частью Царства Небесного. Аминь. 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 Продолжение следует...